Сейчас у нас исторический момент. Мы должны выиграть у Запада. И окончательно выиграть. Если мы будем добиваться, что Украина в НАТО не войдет, это ничего не даст. Войдет, не войдет, а базы там будут, диверсанты будут, и киберпреступления будут. Надо кардинально решить вопрос. Впервые прозвучало, что возможно будут приняты меры. Если не будут выполнены те пункты, которые были обозначены. Я бы сделал более радикальными пункты. Например, НАТО не вернуться к позиции 97-го года, а потребовать распуска полностью НАТО, как военно-политический блок. Его не должно быть. Не просто отодвинуть войска от западных границ. Вот отодвинули, снова придвинут. Полностью убрать все иностранные войска с любой европейской страны. Ядерное оружие. Кроме России, все должно быть уничтожено на европейском континенте. Включая французское и британское. И американское на базах в Германии, в Италии, в Турции. Все санкции должны быть отменены. Все разом, а не так, по кусочку будут они отменять. У России должны быть западные границы, такие же, какие были у Советского Союза на 1 января 90-го года. Только так, если надо ставить вопрос, естественно, они это выполнять не будут. Тогда мы должны использовать наше преимущество в военно-технической области. Без этого нам не добиться успеха. Нам не нужен просто успех. Взятие Измаила, взятие Берлина, вошли в Париж. Так сказать, нам нужно кардинально решить проблему. Чтобы среди нескольких сверхдержав осталась одна Россия. На троих мир не потянет. Сейчас мы можем это сделать. Сейчас великий шанс. Это не танковые армии и даже уже не ракеты. А то оружие, которое есть только у нас пока. Поэтому надо покончить с тем, чтобы нам кто-то мог угрожать.